Планировали сеять сельскохозяйственные культуры, а получили урожай бурьяна и сырников. Такое случается, когда земли сельхозназначения по этому самому назначению не используются. Происходит такое и в Чуваше. О том, как бороться с этим явлением, говорили сегодня на выездном заседании Совета при Министерстве имущественных и земельных отношений. Гектары плодородной земли, которые могли дать хороший урожай. Однако эти сельскохозяйственные земли, расположенные в красивых местах совсем недалеко от Волги и федеральной трассы М7, зачастую привлекают не только возможностью пахать и сеять. Нередко ценные гектары оказываются в руках аферистов и так называемых перекупщиков, которые не думают обрабатывать приобретенную землю. Ожидают, когда участки, к примеру, переведут в другую категорию – жилищного и дачного строительства. Вблизи города, вот в чем проблема их, в дальнейшем перевод их под дачи или под жилищное строительство. У них одна цель. Но нет цели того, чтобы использовать под сельхозназначение. Эти же, собственно, не местные. Среди районов, на территории которых чаще всего подобным образом нарушается законодательство, об обороте земель – Чебоксарский и Маргаушский. Всего на сегодняшний день в этом поселении не обрабатываем площадей, которых сельхозназначение более 700 гектаров. Это самые большие площади у нас. Те долевики, которые оформили себе долевые земли, уже фактически вот как раз по мнимым договорам аренды, вернее, мнимым договорам дарения, они свою долю уступили, право доли. И сейчас они уже через купли-продажи зарегистрированы эти земельные участки на частные лица, физические лица, которых, честно скажу, мы не видели ни разу. Все долевики оформлены только по дорогам, где то есть лакомые куски, так называемые, это около, где расширение населенных пунктов долевой земли, в основном затребованы и зарегистрирована собственность. И те, которые вот привлекательные участки, ближе к Волге, берегу Волги. С нарушителями Министерства имущественных и земельных отношений борются уже давно. Вероятно, после сегодняшнего объезда к процессу подключатся и общественники. Допустили мы такой факт, что земли, они не обрабатываются, но это так не должно быть. Исправлять всегда сложнее, вы сами знаете, что исправлять всегда сложнее. Поэтому трудностей много в этом направлении, поэтому и привлекаем общественных деятелей наших. Акты этих проверок, акты, Росреестр привлечем, предписания, которые выдавались. Может быть, по некоторым фактам обращение будет уже не от Минимущества, а от Общественного Совета в правоохранительные органы, вот по указанным фактам. Два участка, которые мы с вами сегодня увидели, к сожалению, вот второй участок, который был в Чепоксайском районе, и по тем анализам, которые были сделаны в лаборатории, 8 лет назад они перестали обрабатываться. И то же самое ситуация получается у нас сегодня по Маргарусскому району. И наша задача сегодня вернуть эти деньги в городскую казну, для того, чтобы в последующем вернуть или их по назначению, земли сельхозоборота, или, вот как был первый пример хороший, отдать многодетным семьям, для того, чтобы они уже вели свое подсобное хозяйство. Некоторые меры к нерадивым собственникам уже применили. Для начала решили ударить по карманам нарушителей. Вопросы использования земель, земель сельхозназначения, неоднократно поднимались сегодня, неоднократно ставились на повестку дня главой Чувашской республики Михаила Васильевича Мигнатьева. Действительно, это земли особого значения. И на федеральном уровне на них распространяется специальный закон. Соответственно, обеспечение целевого использования таких земель – это обязанность всех собственников. Там, где сегодня не используется по целевому назначению земельных участков, соответственно, поставлена задача уже применения к этим собственникам повышенной ставки налогообложения. Так или иначе, за возвращение земель в сельхозоборот взялась целая команда. Возможно, уже следующей весной вместо сырников на участках зазеленеют роски культурных растений. Ольга Пыречкина, Светлана Аликимова, Андрей Спиридонов, Республика.